Добрый день, дорогие друзья! Как всегда в это время в эфире телеканала Хабар вас приветствует программа «Важно знать». Программа, в которой мы говорим и поднимаем наиболее актуальные темы, интересующие общество. Нарушение прав потребителей. К сожалению, какое частое явление сегодня это в нашем обществе. И важно свои права знать. Как, собственно, получать эти знания. Откуда узнать, из каких источников то, на что мы можем рассчитывать в этих вопросах. Об этом мы не только будем говорить сегодня в нашей программе. У нас в гостях Туршин Джекфарова, координатор общества защиты прав потребителей Аделет. Туршин Баткенов, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас благодарю, что вы вместе с нами. Я думаю, мы с вами сможем ответить сегодня на массу полезных вопросов. Постараемся. А вам я хотел бы, дорогие друзья, напомнить, что наша программа, как всегда, выходит в прямом эфире. Телефон нашей студии 553-710. Мы призываем вас, присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте свои вопросы, отправляйте комментарии. Все это можно сделать благодаря социальным сетям. Адрес программы в интернете вы сейчас точно так же видите на своих экранах. Ну и прежде чем мы начнем обсуждать эту тему, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет. Чтобы вернуть или обменять просроченные продукты питания, в магазинах нужно иметь кучу лишнего времени и стальные нервы. Потому нередко обманутые покупатели ограничиваются публикациями в соцсетях. Замзагуль Сулейменова так и поступила. Женщина купила шоколад. Когда открыла упаковку, ее ждал неприятный сюрприз. Одну попробовала, белый налет выкинула. Вторую попробовала, уже там действительно были червя. Вернуть в итоге испорченный продукт Замзагуль не смогла. Вот такая актуальная проблема, с которой так или иначе, мне кажется, каждый из нас в своей жизни все-таки встречался. Но вот как же действительно знать все свои права как потребителя в нюансах и в деталях? Что необходимо для этого делать? Где необходимо прочитать эту информацию? Вот эти вопросы сегодня я хотел бы обсудить с нашей героиней. Тушина Баткенна, ну о том, что просроченный товар, конечно же, возможно вернуть, это такая очевидная аксиома, которую, наверное, не надо даже объяснять. Но вот как потребитель, какие качества в себе в первую очередь должен он развить, чтобы любой товар, при любой ситуации, где бы он его ни купил, у него не было никаких сложностей с возвратом? Все элементарно, как говорится, просто. Дело в том, что эти действия все регулируются законом о защите прав потребителей. Он настолько тонкий, настолько маленький, что я рекомендую его носить с собой. Вот. Что касается вот этого сюжета шоколадки. Естественно, это подлежит обмену возврату. Дело в том, что потребитель приобрел просроченный товар. Просроченный товар, он обязательно подлежит обмену возврату. Но самое главное до этого, я хотела первое, что сказать, это нужно требовать чек. Чек. Допустим, если на руках вы имеете чек того предприятия, где вы купили, вот у вас на руках имеется чек, там указано именно, что вот наименование продукта, то без всяких проблем вам продавцы обязаны вернуть деньги за некачественный продукт. Можно небольшое практическое замечание в этом плане использовать, да? Говорю про себя. Я приобретаю любой товар, само собой, конечно же, беру чек. И сегодня, слава богу, в хороших супермаркетах это точно так же до автоматизма доведено, что, конечно, продавец всегда дает чек, кладет его в пакет и так далее. Но дело в том, что придя домой, мы все этот чек, конечно, как ненужную бумагу, очень спокойно выбрасываем в мусорное ведро, да? А есть ли мы об этом, о том, что товар просрочен или какие-то с ним сложности, узная буквально через пару дней, нам что, соответственно, вот эти вот чеки храните? Вот что вы посоветуете? Нет. Были подписаны президентом изменения в законодательстве в сфере защиты прав потребителей. Вообще, до этого указывалось, в случае отсутствия чека достаточно того, что потребитель у него будет свидетель, он докажет, что именно в этом магазине был куплен данный товар. Это первое. Но в прошлом году внесли изменения, которым сказано, что потребитель вот с 21 апреля прошлого года, то есть здесь в мае он уже вошел в силу, с мая месяца потребитель имеет право проводить фото, видео, аудиосъемки. Это рекомендуется. Это вот прямо вот покупайте любой товар, продовольственный, непродовольственный. Вы имеете право это фотографировать. Во-первых, это будет доказательство того, что именно в этом магазине был приобретен данный товар. Во-вторых, это, допустим, это касается, когда вот, скажем так, цены разные. На витрине одна цена, в кассе другая цена. Вот чаще на сегодня вот такая ситуация возникает. Вы сфотографировали полку с ценником, подошли к кассе, вам говорят, оплатите там гораздо высшую цену. Вы предъявляете им видеосъемку или фотографию. Закон на вашей стороне, поэтому продавец... А продавец говорит, что мы забыли поменять просто... Ну, в законе четко прописано, что потребители имеют право покупать товар по той цене, которая указана в ценнике. Туша, Матвина, вот сегодня, когда мы говорим о введении новых законов, да, о каких-то поправках в существующий закон, чем это все обусловлено? Мы говорим о том, что действительно наша экономика, наше общество в этих вопросах, оно развивается, да, и мы перенимаем какие-то уже существующие опыты с развитых стран. Естественно, естественно. Всегда опирается на лучшие развитые европейские страны, в которых права потребителей защищаются мгновенно. Поэтому, естественно, на сегодня, более того, потребитель, это не вчерашний потребитель, потребитель уже знает, вот, и СМИ, вот, и источника, вот, и вашей передаче очень-таки актуальные вопросы поднимает. Потребитель уже знает, что у него есть права, что он может эти права защищать, отстаивать свои интересы. В этом, вот, в этот момент как раз подключаются вот эти рычаги законов, которым сказано, что потребитель имеет право. Более того, у потребителя тоже есть права и обязанности, ответственность, как у продавца тоже. В общественной организации как раз хотел задать вопрос, такие типа ваши, да, я знаю, что ваша организация в этом вопросе не одна. Насколько вы в этом плане эффективны, насколько вы действительно помогаете подобные проблемы решить? Я скажу смело, что мы очень эффективны. Во-первых, те изменения, которые вносят в законодательство, закон, это благодаря нашим усилиям. Мы обращаемся, мы пишем, мы соответствующие органы, законотворчественные органы пишем, государственные органы о том, что на сегодня необходимо именно в этой позиции вот такие изменения для защиты прав потребителей. Первое. Второе, учитывая практику, допустим, нашей организации 25 лет, вот, учитывая именно вот накопленный опыт, мы знаем, как нужно защитить права потребителей. Более того, мы можем, мы проводим разъяснение для потребителей, объясняем ситуацию, что сегодня есть определенный закон, который отстаивает интересы. Есть определенный орган, который защищает тоже интересы потребителей. 553-710, это телефон нашей студии, мы работаем в прямом эфире, у нас есть уже телефонный звонок. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, у меня такой вопрос. В нашем доме мы все платим за лифт, работает он не всегда. Можно ли взыскать эксплуатационной компанией деньги за услугу, которую мы, по сути, не получили? Да. Как взыскать? Естественно, это услуга, это продаваемая услуга. Вот, и в любой дом обслуживает либо КСК, либо сервисная компания. В любом случае, потребитель, он оплачивает эксплуатационные расходы, которые, естественно, в определенную сумму вливаются, и они в том числе там сидят как раз за обслуживанием лифтов, сервисная компания. Если, допустим, в вашем доме лифтовое хозяйство плохо работает, вы имеете право расторжить с ними договор. Ну, вот дом, допустим, жильцы, он отдельно каждый не может. Это создается инициативная группа, либо проводится собрание. Допустим, от недобросовестного поставщика услуг всегда можно избавиться. Но не платить, пока вы не осторг договор, не платить вы не имеете права. Потому что, если между вами есть договор, вы должны условия договора выполнять. Туршина Баткенна, давайте вернемся еще раз к тому, о чем вы уже сказали. Это просто некая революционная новость, сейчас скажу, для меня, я думаю, для многих наших зрителей. О том, что изменения в законах, которые вот сегодня действительно у нас уже были приняты, да, говорят о том, что все подобные вещи, некачественное оказание услуги или некачественный товар, можно спокойно зафиксировать на камеру мобильного телефона. И это уже служит доказательной базой. Естественно. То есть, соответственно, то, что мы сейчас говорим про лифт, это можно снять, там, не знаю, два, три, четыре дня поснимать, а затем это использовать уже... Любую услугу, любой товар, вы не имеете права только снимать там, где это запрещено, в целях национальной безопасности, допустим. Везде, это обычно есть такое понятие, как публичная оферта. То есть, магазины, салоны, то есть, это коммерческие организации, которые именно для предоставления услуг. И потом, везде, где нарушаются ваши права, пожалуйста, снимайте. Если вы, если потребитель уверен 100%, что его права нарушены, он имеет право эту информацию размещать в социальной сети. Антиреклама сегодня это хуже, чем штрафные санкции для предпринимателей. Но, тем не менее, да, мы сейчас говорим о том, как решать подобные проблемы благодаря, вообще-таки, букве закона, да. Я хотел бы сейчас обратиться к социальным сетям. На адрес нашей программы огромное количество пришло вопросов от телезрителей, когда мы анонсировали эту тему. И вот, что интересует зрителей. А имеет ли право сотрудник супермаркетов заставлять покупателя сдать сумку в камеру хранения? Меня постоянно об этом просят. Нет. Вообще, охранник, у него очень узкие полномочия. Очень узкие. Он превышает. Значит, в уголовном кодексе есть 252-я статья, которая может его за нарушение прав потребителей привлечь его к ответственности, оштрафовать или лишить его свободы. 252-я статья говорит в защиту. Более того, сдавать сумку или проверять, это вообще нонсенс. Он не имеет права. Проверять вашу сумку имеет право только работник милиции, полиции, санкцию прокурора, вы понимаете? А хватать за руку, там, заставлять, он не имеет права. То есть, если в любом супермаркете существует камера хранения, ячейки и так далее, человек вправе и не отдавать сумку, если ему это некомфортно? Естественно. Вот вы знаете, еще интересный вопрос, который пришел тоже через социальные сети на нашу программу. А вот если я в магазине случайно разбил стеклянную банку, должен ли я за нее заплатить? Нет. Если вы этот товар не купили еще, ну, случайно уронили, нет, вы имеете право не покупать, не платить за него. Это значит, магазин так разместил неудобно, что потребитель задел. Вы только оплачиваете тогда, когда вы уже купили его у кассы, допустим. То есть, это точно так же в законе все четко прописано? Естественно. Очень полезный совет, дорогие друзья. Сегодня огромное количество полезных советов мы узнаем от нашей героини. Да. Тушина Беткина, 25 лет вы действительно занимаетесь этим очень важным, необходимым вопросом. Как вообще вы можете, вот, с социальной точки зрения проследить, вообще, компетенцию наших граждан, да? Насколько мы, казахстанцы, с каждым годом все больше узнаем наши права? Насколько мы увереннее себя в этой теме чувствуем? Радует то, что юридическая грамотность потребителя растет. Но по сравнению с другим, с Европой, естественно, мы на еще, на очень, на таком зачаточном состоянии, можно сказать. А радует то, что вот поступление вот этих жалоб, допустим, когда мы же ведем свою статистику, вот, мы, я делаю лично вывод, что о том, что растет юридическая грамотность потребителя. Он знает, что есть закон, он может знать, что может отстоять свои позиции, а не так вот, а, ладно, там, 200 тенге, что там, садака, допустим, да? Да, поэтому вот даже вот эти дорогие вещи, вот я хотела, жду от вас вопроса, когда в крупных магазинах висят объявления акции, товар обмену возврату не подлежит. 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 Акция – это маркетинговый ход. Скидка, акция – это маркетинговый ход. То есть, как бы ты ни приобрел товар, закон страны распространяется на все товары в этих вопросах? Есть наименование товаров, которые не подлежат обмену возврату. Это первое – лекарственные средства, животные растения, чулочино-носочные, метражные вещи. В общем, пять позиций, которые не подлежат обмену возврату. А все остальное подлежит обмену возврату. Даже машины, автомобили подлежат обмену возврату. А вот срок того вот этого обмена, он… Срок, да. В прошлом году тоже были, да, хорошие изменения тоже были. Танше было 14 дней. И считай, дня покупки. Сейчас вот 30 дней. 30 дней товар обмену возврату подлежит. Если, допустим, вы определенный бренд вещи купили, вы думаете, что это бренд, да? А на самом деле выясняется, что это не бренд. 30 дней, через 30 дней, даже если вы этот костюм носили, даже если он уже в потрепанном состоянии, вы имеете право его вернуть. Слушай, Баткена, еще раз возвращаемся. Самым главным, понятным в этом плане аргументом является наличие чека, да? То есть мы прекрасно понимаем, что если ты действительно приобретаешь какую-то дорогую покупку с такими вещами, как документ, чек, подтверждающий, нужно вести себя очень аккуратно, да? Нужно отложить, чтобы все-таки… Ну, желательно, желательно. Но вы говорите, что опять-таки закон сейчас все больше поддерживает потребителя в этих вопросах. Конечно. Существует и, скажем так, подтверждение, да, свидетель твоей покупки, там, видео, как вы сказали, и так далее. Конечно. А вот мы уже потребителя в этом плане затронули, а насколько сегодня у нас предприниматели, продавцы, владельцы этих супермаркетов или, не знаю, или малого и среднего бизнеса, насколько они в этом вопросе становятся более чистоплотными, насколько они становятся более грамотными в ведении своего бизнеса? Ой, это, конечно, та позиция, когда, вот, знаете, предпринимателя защищает на уровне государства. Это я не буду причислять, это понятно, да? Очень большая возможность для развития бизнеса. Но на сегодня, вот, наше, мое мнение, может быть, субъективное, вот, 80% недобросовестных предпринимателей, недобросовестные, которые вот еще живут по принципу 90-х годов. Да, не будут схитрить. Годов заработать любой ценой. Спасибо большое за эту беседу. Я крайне благодарен вам за те ответы, которые вы дали на наши вопросы. Действительно, я думаю, очень много нового, всего интересного. Сегодня мы узнали из нашей беседы. А вам, дорогие друзья, хотел бы еще раз напомнить, что сегодня у нас в гостях была Турсен Джагапарова, координатор общества защиты прав потребителей АДЛЕТ. Ну и завершая нашу программу, хотелось бы сказать одну простую вещь о том, что цивилизованная и развитая страна является таковой, когда жить гражданам в ней комфортно и удобно. И это, конечно, очень сильно касается и вопросов нашего, опять-таки, вопросов нас как потребителей. Думаю, что об этом нужно знать, помнить и, конечно же, данные вопросы изучать. Это была программа «Важно знать». Увидимся с вами, как всегда, здесь же, в эфире телеканала Хабар. Пусть все у вас будет хорошо и будем, как всегда, на связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова